Дорогие братья и сестры, мы знаем то, что Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'Аля сотворил человека в пяти измерениях. И это мы берем из Курана. В трех измерениях мы все бывали. Осталось еще нам два измерения пройти, кто-то уже в четвертом измерении. Так первое измерение – это когда мы были в утробе наших матерей. Аллах Субханаху Ва Та'Аля говорит в Куране, «Из антум аджиннатун фи бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'а». Вы были зародышами в утробе ваших матерей, ни о чем не знали. То есть всегда мы берем такую параллель, отсюда можно взять. Когда бывают такие люди, когда им напоминаешь, делать благие дела, даже сейчас мы постимся. Для чего мы постимся? Не просто, чтобы голодать и так далее. Не просто, чтобы для людей. А все люди постятся, я пощусь. Тогда в такой момент человек мог бы, когда остался наедине, бы разговаривание сделать. А именно мы хотим заработать довольствие Аллаха первого цели. И также сейчас заслужить награду в Судный день. Когда говоришь, что есть Судный день, что есть, будем отвечать. Стоять перед Всевышним Аллахом. Кто туда ходил, кто это видел и так далее. И вот здесь вот Аллах, Субхану Таиле, нам говорит, потому что Куран, Аллах, Субхану Таиле, не спасла для размышляющих людей. А Маджинун, которого сумасшедший человек, с него нету спроса. Всевышний Аллах говорит, «Из антум аджиннатун фи бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'а». Вы были зародышами в утробе ваших матерей, ни о чем не знали. И вот в этот момент хочется задать вопрос. Когда мы были в утробе наших матерей, знали мы, что мы родимся? Знали мы, что мы будем так сидеть, чай пить, кушать, спаститься, молиться? Об этом мы не знали. Также, когда мы в этой жизни живем, не знаем, пока это мы не видели, но это хак, так как Всевышний Аллах, Субхану Таиле, об этом говорит. Ничего, ни о чем не знали. «Ва джа'ля лякум ссам'а», говорит Всевышний, «Я вам дал слух, ва ля абсар, дал вам зрение, ва ля фида, дал вам сердца». «Мало из вас благодарных, мне говорит Всевышний Аллах, Субхану Таиле». То есть все наше поклонение, сколько бы мы ни молились, сколько бы ни поселили, сколько бы ни делали благих дел, мы не расплатимся Всевышнему Аллаху, Субхану Таиле, за те милости, которые Он дал, даже за один глаз, который мы видим. Если у человека, если Аллах, Субхану Таиле, заберет глаз и зрение, если у человека в руках будет все богатство этого мира, он не сможет купить себе глаз. Всевышний Аллах, Субхану Таиле, дал нам. Поэтому тут человек задумывается. Ты никак не сможешь расплатиться Всевышний Аллах, Субхану Таиле, именно Аллах, Субхану Таиле, тебе дает, но вы мало благодарите. Второе. «Хаятут дуния», когда мы живем в этой жизни. Сейчас мы как раз к этому пункту вернемся. Третье. Это мы тоже бываем, когда спим во сне. «Хаятут дуния», то есть во сне, когда человек умирает, засыпает, это его измерение бывает, он такой прекрасный сон видит, от которого просыпается и говорит, «Эх, еще бы поспать бы, Машала, такой хороший сон видел». Или какой-то страшный сон, от которого он просыпается, смотрит на время, поспал 10-15 минут, весь спасел. Слава Аллаху, это был всего лишь сон. Что-то страшное ему такое, неприятное он что-то видел. Это измерение, в котором мы живем. Четвертое измерение, Аллах в Коране говорит, «Будет до судного дня, барзах, измерение, мир души, где люди, которые покидали уже эту жизнь до судного дня, ожидают свое часа в барзахе». И пятое измерение, «Явмал-Кияма», «Вануфиха фиссур, фаса'иқа ман фиссамавати, ва ман фил арди, илля ман ша Аллаху, мануфиха фихи ухрафа, ида хум кияму, янзурун». Когда дунет в горн, ангел, все уничтожится, и второй раз, когда дунет в горн, все воскреснут, перед Всевышним Аллахом. И вот, пока мы с вами живем в этой жизни, Всевышний Аллах повелевал нам делать некие дела и запретил нам оставить некие другие запретные дела для нас же самих, чтобы было в этом благо. Всевышний Аллах, «Всевышний Аллах, ни в чем не нуждается нас Творец-Создатель, и все, что Он нам дает, все, что Он нам повелевает, в этом есть польза только для нас, и Всевышний Аллах не станет богаче от этого. Если мы оставим люди, все человечество джинны, люди оставят поклонение, Аллах не станет от этого бедней. Всевышний Аллах, если посмотреть на эту жизнь, в сурату «Аль-Мульк», Всевышний Аллах сотворил смерть и жизнь для того, чтобы вас испытать, кто из вас лучше в делах. Обратите внимание, Всевышний Аллах не сказал, «Аль-Лави халакал хаята وال маута». Аллах не сказал, который сотворил жизнь и смерть. Нет, Аллах сказал, сотворил смерть и жизнь. Получается, почему мы вначале живем, потом умираем? Аллах говорит, сотворил жизнь и смерть, получается, здесь муфассиры говорят, что основная жизнь – это после смерти, это раз. И второе, то, что человек с каждым днем приближается к этому. Аллах, Субханазаре, также говорит в Коране, «Хуа лави ахьякум, сумма юмитукум, сумма юхейкум». Аллах, тот, кто вам дал жизнь, оживил вас, вот мы сейчас живем, потом умертвит вас, а потом оживит вас. Получается, опять же, между двумя жизнями есть смерть, когда человек, Субханазаре, живет, потом погибает, то есть уходит из этого, погибает этот дунья и опять живет. Уже там вечность и основная хакия. Чтобы быть счастливым нам в основной жизни, братья, Аллах, Субханазаре, поверевал нам некие дела, так как сейчас месяц Рамадан, из них пост. И мы знаем аят, Субханазаре, и всегда мы его каждый месяц и постоянно повторяем в Сурате Аль-Бакара, «О верующий, Аллах вам приказал поститься, подобно тому, как приказал поститься, тем общинам, которые были до вас, может быть, вы будете богобоязненными». Пост, как мы говорили еще раньше и знаем, то, что он для нашей уммы, пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салам, больше 1400 лет существует. До уммы пророка, салаллаху алейхи салам, в каждой умме он был, этот пост. Здесь такой акцент Всевышний Аллах, Субханазаре, в конце делать, «Лаалекум таттакун». Может быть, вы будете богобоязненными. И опять же, мы здесь понимаем, что Аллах, Субханазаре, обращается к нашим сердцам. Аллах, Субханазаре, не обращается к нашему разуму, Аллах, Субханазаре, не обращается к нашему животу, к нашему языку, к нашим ушам, к нашим глазам, к нашим сердцам, потому что таква в сердце. Аллах в Коране говорит, «Ам ляхум кулуб, ла яакилюна биха». Когда описывает людей, неверующих, грешников, Всевышний говорит, у них есть сердца, которыми они не размышляют, не сказал разумы, укуль. Сказал «кулюб», то есть получается, здесь вот таква. Аллах, Субханазаре, также сказал, также «кур'ан» – это разъясняющие аяты в сердцах, в грудях, Аллах не сказал, в голове, он здесь вот. Когда человек читает «кур'ан», размышляет он сердцем, читает его сердце, а язык только делает некий оборот, поворачивается, горло выдает вот эти вот звуки, а именно читает его сердце. Пророк Мухаммад, Субханазаре, сказал, «Инна фил джасады мудга, ла ин салюхат, салюхал джасаду куллю, ва ла ин фасадат, фасадат джасаду куллю, а ла ва хиа кулб». У человека есть в теле один кусочек. Один кусочек. Если он будет благим, хорошим, то и весь человек будет хорошим. Если он будет плохим, гнилым, то и сам человек такой будет гнилой и плохой. И что это? Это сердце, сказал посланник Аллаха, салюхал алейхи вассалям. Поэтому основное, основное, что требует от нас Всевышний Аллах, от наших постов, чтобы от нашего вот этого уроза, это не просто голодовка, а требует, чтобы мы после каждого Рамазана лучше изменились, лучше стали, чтобы мы стали более богобоязнены, чтобы мы, это как Медрасе, это месяц Рамадан, который быстро пройдет, сколько уже прошло, не моргнули глазом, субханаллах, не успели понять, как мы зашли вместе в Рамадан. Поэтому Аллах говорит, а яма мааду дает, считанное количество дней, и Аллах, субханаллах, хочет нам дать урок, хочет нас воспитать в этом месяце. Один из хадисов, где пророк Мухаммад, салюхал алейхи вассалям, сказал, и далиль на это, то, что Аллаху не нужна наша голодовка, кто не оставил плохие слова, кавлюзур, ругательные слова, обвинения, клевету и так далее. И тот, кто не оставил плохие дела в этот месяц, во время поста, тогда Всевышнему Аллаху, субханаллаху, нету нужды в оставлении вашей еды и питья, сказал посланник Аллаха, салюхаллаху алейхи вассалям. То есть Аллах, субханаллаху алейхи вассалям требует от нас, основное, не чтобы мы оставили еду, не чтобы мы оставили питьё, шахват, как бы близость к супруге, супружеская близость. Нет, Аллах, субханаллах, хочет, чтобы мы изменились. Всевышний Аллах, субханаллах, хочет, чтобы у нас ахлак, гылк стал ещё лучше. Поэтому Аллах сказал, Что такое таква? Что такое богобоязненность или набожность? Основа – это когда человек выполняет то, что Аллах повелевал, и оставляет то, что Аллах, Субханава Тааля, запретил. Все он наставить не сможет, как бы он ни старался. Так как порок, Салаллаху Алейхиму Ассаляму, сказал Каждый из детей Адама, каждый из людей, он ошибается, он грешен, у него есть и грехи. Но лучший из них – тот, кто просит у Аллаха покаяния, прощения. Аллах в Коране говорит Поистине благие дела стирают плохие дела. Благие дела стирают грехи. Но тут, Субханава Аллах, очень такое хорошее повествование от Ибн Умара приводится. Когда спросили, что такое таква у него, у Ибн Умара. Сын Умара, Радаллаху Аню. Аджмаля ибн Умар фиха, ва фи алякаби Ибрагим, Алейхиссалям. Ибн Умар сказал, что такое таква, и в этом его словах есть также связь с Ибрагимом, Алейхиссалям, с пророком Авраамом. И он сказал великое слово, что такое богобоязненность. То есть у него спросили о великой вещи, богобоязненности, таква. Аллах в Коране много говорит. Аллах часто говорит в Коране эти слова. Сказали, о, Ибн Умар, что такое таква, богобоязненность? То есть дай нам определение, как ученый, как сподвижник. Посмотрите, он что ответил. Он сказал. Маленькое предложение. Это когда ты не думаешь, что ты лучше других. Когда ты не думаешь, что ты лучше, чем твой брат. Уничтожение человеку приходит, когда он думает, что он лучше, чем другой. То есть он заходит в мечеть, он думает, что самый богобоязненный, самый лучший. А, это джахил, это кафир, это неправильно, это бедачик. У самого там не учился, не знает и так далее. Или один ролик послушал и думает, что он все ученый, великий и так далее. Даже если он учился, он думает, что это, опять же, мы не знаем, Аллах принимает его дела или нет. Только Всевышний знает, кто более богобоязненный. И вот здесь, когда человек уже начинает думать, что он такой богобоязненный, что он самый лучший, он лучше, чем его брат, вот здесь вот уже разрушение, уничтожение его начинается. Поэтому Ибн Умар сказал. Когда таква богобоязненность, это когда ты не думаешь, что ты лучше других. Посланник Аллаха не узнал, кто это такой. Когда ему описали, посланник Аллаха, есть такой человек, он много молится, много постится, он очень богобоязненный. Посланник Аллаха говорит, кто это, я не знаю его. И когда посланник Аллаха сидел в мечети с сахабами, этот человек зашел в мечеть. И сахабы сказали, о, посланник Аллаха, вот он этот человек, который самый богобоязненный из нас, который молится, который много постится, который богобоязненный. Тогда посланник Аллаха, салалаллаху алейхиссалям, сказал, клянусь Аллахом, на его лице есть след шайтана. То есть нету нур. Клянусь Аллахом, посланник Аллаха, посланник Аллаха, салалаллаху алейхиссалям, от себя ничего не говорил. Каждый сказанным словом, это вахе от Аллаха, субхану ате аля. И тогда, он говорит, в его лице есть что-то от шайтана. И потом посланник Аллаха, салалаллаху алейхиссалям, подошел к этому мужчине и сказал, я тебя спрашиваю, склятывая Аллаха на тебя. Ответственная истина, искренно. Ама хаддафта нафсяка, ва анта тадхулюльмажжита, аля анна ка хайрум мин джами'ин, манхум фиих. Говорит, клянусь Аллахом на тебя. Когда ты заходил в мечеть, не думал ли ты, что ты самый лучший из тех, кто в мечети? То есть ты зашел самый лучший, лучше всех, кто в мечети. Фа каля наам. Он сказал да. Это и есть уничтожение. Уничтожение, когда человек думает, что богобоязненец в нем, а заблуждение в другом, в его брате. И пускай это будет в мечети, пускай это будет среди там родственников, пусть это ли будет там в каком-то заседании, в мажлисте среди верующих, где он сидит. Если у человека в сердце есть, каждый пускай себя спросит, если есть у него такое, если он думает, что он лучше другого, значит это уничтожение. А если он не думает, что он лучше другого, тогда он, вот это и есть таква, вот это и есть богобоязненность. Кто приближенный друг Аллаха? Ибрагим, алейсалям, скажет ему в судный день, не ты ли друг Аллаха? Он скажет, я был другом Аллаха давным-давно, то есть в Дуне, когда еще жил, после меня сколько уммы было, после Ибрагима, алейсалям, сколько было общин, то есть он является другом Аллаха, он является таковым, Аллах сам сказал, что он друг Аллаха, но его вот эта вот богобоязненность, в судный день скажет, я был другом Аллаха давным-давно, то есть он хочет, чтобы себя ниже поставить перед другими. Всевышний Аллах говорит о нем, Ибрагим, алейсалям, был уммой. Умма – это тот, за кем следует. Один человек был уммой и был приближенным Аллахом, но он скажет, я был другом Аллаха давным-давно. Когда мы видим братья, наших братьев, мы должны знать, что есть, альхамдуллях, что кто-то из нас, может быть, мы не знаем его даже, но он самый богобоязненный и самый приближенный перед Всевышним Аллахом, не каждое дело – это то, что делается перед людьми. У каждого человека, у кого-то у него есть такие сараир, такие скрытые дела перед Всевышним Аллахом, которых не знает никто, кроме Аллаха, и мы не знаем, у кого будет принято, а у кого нет. Мы поступили в месяц Рамадан, это в мадресе. Аллах не хочет нам усложнений. Аллах не хочет для вас, хочет Аллах для вас облегчения, не хочет для вас усложнений. Поэтому основное, мы должны каждый раз понимать, что Всевышний Аллах, то есть это не испытание. Каждый человек по-разному подходит в этот месяц. Кто-то там мучает себя и думает, когда же он закончится, тяжело и так далее, ждет, когда Аид. Уже люди спрашивают, когда будет праздник, сколько еще осталось спаститься. А кто-то хочет, чтобы он никогда не заканчивался. Сахабы, редуан Аллах, алейхим, сподвижник Аллаха, они жили всю жизнь с Рамаданом. Если спросить, почему всю жизнь? Потому что из дуа, как скажем, что они шесть месяцев до того, как наступал Рамадан, просили дуа, Аллаху мабеллиг на Рамадан, О, Аллах, доведи до нас Рамадан, дай нам, возможно, дожить нам до Рамадана. Шесть месяцев, полгода до того, как наступил. А когда проходил этот месяц Рамадан, Полгода просили Аллаху ма-та-каббал мина Рамадан. Аллах примет нас Рамадан. Аллаху, Аллаху, яхлику ма яща. Всевышний Аллах творит все, что пожелает. Ястофи минал малаихати русулям ва минал нас. Всевышний Аллах избирает из ангелов, посланников и из людей. И делает одних ангелов лучше других. Одних посланников лучше других. Один день лучше другого. Одного человека лучше другого. И также месяца, самый лучший из месяцев, это месяц Рамадан. Пророк Мухаммад, салаллаху, трижды повторил. То, что сказал посланник Аллаха, салаллаху, погублен, опозорен. Спросили, кто посланник Аллаха. Кто он? Это тот, кто зашел в Рамадан, встретил Рамадан. Провел этот месяц, и Аллах не простил его. То есть, мы только знаем, Всевышний Аллах, кому простит, кому нет. Здесь имеется в виду, он не делал ничего того, чтобы заслужить прощение от Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та-Аля. Поэтому, субханаху ва-та-Аля, мы знаем то, что сиян, пост, это токарруб или Аллах. Это приближение ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва-та-Аля. Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля, передает в хадисе от Кудса, то, что... Каждое дело, которое делает человек, это он делает для себя, кроме поста. Это для меня, и я сам награжу его, сказал Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля. Он оставляет свою еду, свое питье, и шахват свои страсти ради меня. То есть, как будто он говорит, это человек, о, Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля, ты видишь, как мне сейчас хочется покушать, никто меня не видит. Я могу протянуть руку, взять и покушать, но я ради тебя это делаю, о, Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля. Ради довольствия твоего, о, Аллах, субханаху ва-та-Аля. Я вижу, субханаху ва-та-Аля, это ты мне сделал халяль, воду питьёную, днём Рамадане, это харам. Ты видишь, как я хочу пить, как у меня, как я чувствую сухость в своём ртурту, как мне хочется сделать кладок воды, но я оставляю, о, Всевышний Аллах, ради тебя. Ты видишь, как я хочу сделать то-то иное, то, что запрещено делать во время поста, но я это делаю ради тебя. Вот ради этого, Аллах, субханаху ва-та-Аля, говорит, это ради меня. И я сам награжу его. Ва-лиса имя фархатан. Постящемуся человеку две радости. Фархату наинда фитр. Первая радость наступляет, когда он разговляется. Когда Муазин говорит, Аллаху акбару, Аллаху акбару. На салат-аль-магрив. И эта радость не та, то, что сейчас я наемся. Любого спросите, никто не наедается, аль-хамду ла-ля, сейчас. Не хочется, больно кушать, одну ложечку, финик, это всё. Но именно радость приходит, то, что какая-то он с братьями, со своими вместе. То, что сидит, аль-хамду ла, разговляется. Вместе друг друга мы любим, как один джама, камбуньян, как одно строение. Некая радость приходит ему во время разговления. Это первое. И второе, более радостное событие, когда он встретится с Аллахом в судный день. Когда он встретится со Всевышним в судный день и будет радоваться своим постом. Аллах наградит его и даст ему безвозмездные награды. Что мы должны делать в этот месяц? Много благих делаем, очень много, какие мы можем сделать. Даже улыбнуться брату, оставить спор ради Аллаха, сказать хорошее слово. Ну, есть некие основные действия. Первое, это что? Ас-садака. Когда человек делает, даёт милостыню. Пророк Мухаммад сказал, наилучшая садака, милостыня, это та милостыня, которая даётся в Рамадан. Также посланник Аллаха сказал, тот, кто даст разговориться своему брату, ему такая же награда за его пост. И у того, кто постился, не уменьшится награда за свой пост. То есть, субханаллах, он такую награду берёт. Вот, иншаллах, мы можем пропаститься не только 30 дней, иншаллах, награду взять, а 60 дней, 90 дней, 1000 дней. Сколько мы сделаем ифтар хотя бы одним фиником? Пророк Мухаммад сказал, тот, кто даст разговориться постящемуся из еды или из питья, из халала, ангелы будут молиться за него в часы Рамадана, и Джибраил будет молиться за него в ночь предопределения, в ночь могущества. И посланник Аллаха был очень щедрым человеком и более ещё щедрым был в Рамадане, когда встречался с Джибраилом. Второе – это чтение намаза, выставление молитвы, таравих, тахаджуд. Сейчас время короткое, таравих. Поэтому, если где-то читает 20 ракатов, читайте вместе с имамом 20 ракатов. Если читает 8 ракатов, читайте вместе с имамом 8 ракатов. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал, И последние 10 дней. И последние 10 дней в Рамадан он будил свою семью и маленьких, и детей, и те, кто могли молиться. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, также сказал, То, кто читал за имамом, пока он не дал полностью салям, пока весь таравих не закончил, то ему запишутся так, как будто он выставил всю ночь. Также чтение Кур'ана, Аллах назвал этот месяц Месяц Рамадана, это тот месяц, в котором не спасла Всевышний Аллах, Салаллаху алейкум, Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, больше читал в месяц Рамадан, и Джибрил, алейкум, обучал его в этот месяц Кур'ан. То, кто может читать, пускай с собой мусхав маленький берет, читает, когда у него есть время. То, кто наизусть знает, из головы постоянно читает. То, кто читать не может, пускай он перевод возьмет и читает перевод, так, как цель Кур'ана, это не просто красиво читать его нароспев, цель Кур'ана тедебур, размышлять над этим Всевышним Аллахом, Субханскую Атай'алью, так, как сказал посланник Аллаха, наилучший из вас тот, кто обучился Кур'ану, и обучил других. Не сказал пророк, салаллаху алейкум, не сказал посланник Аллаха, тот, кто вызубрил Кур'ан, и обучал в изубривании других, как некоторые это делают без перевода, как стихотворение читают, не зная, что он читает, о чем читает. Основное это размышление, тафсир. И также посланник Аллаха он долго читал в Рамадане Куран. Также одно из благих дел это когда человек долго находится в мечети, чтобы приблизиться к Аллаху. Есть когда последние 10 дней в некоторых мечетях, там последние 10 дней живут люди, но даже если ты с неятом иртикафа на 1 час, на полчаса зайдешь, тебе запишут ирбиналлах. И пятое это умра, совершить умру паломничества в бейту Аллахи или бейту Аллахи-Харам в Мекку, у кого есть возможность как сказал пророк Мухаммад салаллаху алейху ассалям умрату фи Рамадан таадилу хаджатан маи. Посланник Аллаха салаллаху алейху ассалям сказал в хадисе Муттафақуна алейху Бухария о муслем умра, совершенная в месяц Рамадан переравнивается как будто человек совершил большой хадж вместе со мной. Акадану 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 Субтитры создавал DimaTorzok